Рассада помидор 2021 году, благоприятные дни по лунному календарю. Период новолуния и полнолуния неблагоприятен для определения рассады на постоянное место. В такие дни наблюдается сильное воздействие негативной энергетики. Посев семян томатов на рассаду, процедура хотя и не сложная, но довольно ответственная, ведь для получения крепких и здоровых сеянцев необходимо учитывать множество факторов, включая фазы луны и климатические условия. Определить благоприятный период, когда лучше сажать помидоры в 2021 году, поможет лунный календарь, а также рекомендации специалистов. Влияние луны. Чтобы вырастить богатый урожай, необходимо не только выбрать подходящий сорт томатов, но и установить сроки посадки в соответствии с климатическими условиями региона и лунными фазами. Луна участвует практически во всех процессах, происходящих как на поверхности Земли, так и в ее недрах, поэтому производить посадку, прополку, полив и прочие агротехнические мероприятия следует только в определенные периоды. Растущая луна оказывает особое влияние на почву, поэтому рекомендуется Производить посадку и пересадку растений Обрабатывать грунт и вносить удобрения Обильно поливать землю В этот период активизируются процессы сокодвижения от корней к верхней части растения, что способствует ускорению роста посеянных или высаженных томатов. Первая половина фазы благоприятна для посадки детерминантных сортов, ближе к полнолунию рекомендуется сажать эндетерминантные виды, поскольку в это время растение интенсивно тянется вверх. Также можно высаживать рассаду на постоянное место, а ток жидкости из корневой системы уменьшает чувствительность куста к возможным повреждениям. Полнолуние – благоприятный период для прополки, обработки растений от вредителей, сбора плодов и семян и производства заготовок. Посадками заниматься не рекомендуется. Чтобы не нанести вред огородно-садовым культурам, лучше избегать следующих действий. Прививание. Прищипывание. Обрезки. Полив следует ограничить, поскольку жидкость в большей своей части сосредотачивается в верхней части растений. Ущербная, убывающая, луна. Вся влага устремляется к корням, поэтому семена сеять можно, а вот высаживать рассаду уже нельзя. В этот период растения также неплохо относятся к обрезке, для замедления роста, опрыскиванию от вредителей и внесению удобрений. Новолуния, продолжительность периода составляет 3 дня, сама дата зарождения луны, а также по одному дню да и после нее. При наступлении новолуния не рекомендуется производить закладку семян, а также обрабатывать грунт и прививать растения. Что можно делать? Рыхлить и поливать, только умеренно, почву. Обрезать лишние побеги. Удалять вредители и сорняки. Период новолуния и полнолуния также неблагоприятен для определения рассады на постоянное место. В такие дни наблюдается сильное воздействие негативной энергетики, что в сочетании с концентрацией жидкости только в одной части растения, в корнях или верхушке, приводит к нарушению жизненных процессов и замедлению развития куста, что отрицательно повлияет на процессы формирования и созревания овоща. Наилучшее время для проведения подобных мероприятий – период растущей луны, когда активизируется циркуляция соков внутри всего растительного организма, что обеспечивает куст необходимыми питательными веществами. В это время томаты начинают активно расти и накапливать полезные вещества там, где вскоре появятся плоды. Высаживать молодые томаты в грунт можно и на убывающую луну, когда отмечается отток энергии к корневой системе, она быстрее приживается и углубляется в почву, добывая оттуда полезные вещества. Нежелательный период для проведения посевных, посадочных и пересадочных работ – солнечные и лунные затмения, тогда все происходящее в растениях жизненные процессы замедляются, а сами саженцы замирают. Февраль. Благоприятный период. С 12 по 14, с 16 по 19 и 24. Неблагоприятный период. 1, 3, 6, 7, 10, 11, 27. Март. Благоприятный период. 4, с 17 до 19. Неблагоприятный период. 1, 5, 9, 28. Апрель. Благоприятный период. 19, 28. Неблагоприятный период. С 10 до 12. Влияние зодиакальных созвездий. Кроме лунных фаз, на качество рассады и будущего урожая влияют и знаки зодиака, в доме которых пребывает спутник Земли на момент закладки семенного материала. Ведь хорошей всхожести, росту и развитию рассады способствуют далеко не все зодиакальные созвездия. Они отличаются по степени влияния на растения следующим образом. Благоприятные, рыбы, рак и скорпион. Расположение спутника в одном из этих созвездий создает благоприятные условия для посева семян и высадки растений. Нейтральные, стрелец, козерог, телец, весы. Луна практически не оказывает никакого воздействия на рост и развитие томатов, поэтому посев семян на рассаду в обозначенный период лучше не производить, результат может быть неожиданным. Неблагоприятные овен, лев, дева, близнецы, водолей. Среди указанных созвездий специалисты выделяют наиболее отрицательные, лев и водолей, при которых лучше не сеять семена и не высаживать растения, поскольку всходы могут вообще не появиться, а уже подросшие кустики будут сильно болеть и долго приживаться. Подведем итог. Благоприятные периоды для посева семян на рассаду определяются в зависимости от климатических условий региона, фазы и пребывания Луны в доме того или иного знака зодиака. Определение даты посева производится с учетом сортовой принадлежности, сроков созревания помидоров, а также вариантов их дальнейшего размещения, в теплицу или открытый грунт. Спасибо за просмотр, если вам было интересно, то поставь палец вверх и подпишись на канал. С нами будет интересно и полезно. Продолжение следует... Продолжение следует...